напоминаю вам о том что работа по созданию базы канала продолжается если вы хотите принять в этом участие то соответствующие реквизиты вы любым из доступным вам способом можете увидеть в описании канал также если вы не можете помочь материально ну то есть кто сколько может скажем так то вы можете помочь каналу если не будете пропускать рекламу просматривать ее до конца и ставить лайки с я примерно покажу то есть хорошо обучить собаку заходить по команде домой если у вас частная подворье собака находится где-то у нее есть своя своя будка такая там домик скажем так свой если же нету то обучите собаку сидеть прежде чем вы войдете ну давайте вот я сейчас буду подходить нашей базе не знаю как бар отреагирует ну посмотрим ну вот он он даже не не сходит с места да он знает о том что бурные реакции в отношении меня в принципе не нужны вот у него очередной заборчик такой есть видите собака сразу она уже знает когда я захожу нужно не бежать мне навстречу радоваться и щемиться выбежать на на улицу а нужно правильно занять свою позицию за что она будет потом похвалена молодец акбар молодец хорошо иди ко мне иди браво умница браво молодец хорошо хорошо умница а делается это следующим образом то есть вот так иди домой вот ну домой мы прекрасно знаем команду то есть вот смотрите вот есть забор такой да вот вот он забор кстати он сделан из я вам рассказывал про эту вот ограничитель который в квартире он у меня здесь очень эстетично смотрится как бы здесь я перенес его то есть прежде чем допустим зайти сюда вот я даже не знаю видите у меня собака как вам это показать прежде чем открыть прежде чем открыть вы собаки до команд даете команду либо домой либо там сидеть зависимости от того чего вы вы желаете здесь вам нужно будет проявить какое-то терпение почему терпение потому что как бы ну и причем мало того что надо будет вам проявить какое-то терпение вам надо будет еще сделать это на постоянной основе, потому что пока не выработается рефлекс у собаки, ну вот как у Акбара, он в частности выработанный уже, он уже знает прекрасно, что не надо тут суетиться, достаточно зайти домой, и тогда он в спокойном положении похвалится. То есть первое, мы не поощряем никогда возбужденное состояние, да, вы все это знаете прекрасно. И второе, то что нужно всегда быть последовательным в своих действиях, то есть если вы решили собаке вот не заходить, пока он не примет либо позицию в будке, да, либо там позицию сидя, и не заходите, то есть вот он занял позицию сидя, вы подходите, ну или в будке, вы подходите, начинаете открывать, да, вот у меня тут гвоздик такой, собака начинает суетиться, бежать, допустим, бежать, с места сходить и так далее, вы опять отходите на шаг, стоите, то есть вы даете понять, пока ты бегаешь, я ничего делать не буду, то есть я буду стоять, я к тебе не зайду, ни с чашкой, ни с миской, ни с забор не войду, ты свою вот эту вот, хоть ты забегайся здесь, но я вражак, я знаю, что я делаю, я сильнее тебя и мотивирование тебя, поэтому пока ты не успокоишься, ничего хорошего не произойдет, то есть собака у вас, вы раз подойдете, два подойдете, он будет подбегать, сходить с места, вот, ну предварительно я вам еще хочу сказать, что естественно, что вы должны будете на уровне уже даже не рефлекса, а на уровне навыка научить собаку занимать позицию дома, да, вот как сейчас Акбар это делает, либо на уровне навыка именно, чтобы он у вас, ну, садился, да, она получила поощрение только после того, как выполнила мое требование, вам нужно будет действовать ровно так, Людмила, то есть собака должна сначала выполнить ваше требование, после чего она получит что-то желаемое, то есть такой равнозначный обмен у вас произойдет, собака подождала, после чего вы вошли, выпустили, огладили и похвалили собаку, либо да, поиграли с ней, либо дали какую-то панкорнку, в общем, друзья мои, заслужите доверие, заслужите уважение, всегда обучайте свою собаку, и она будет готова обучаться на новые и новые занятия, причем занятия эти должны быть промотивированы хорошо, чтобы собака была склонна к этому обучению, для того, чтобы она учила, любила учиться чему-то новому, с вами был канал Я и мой хвост, я его автор и ведущий Олег, заслужите доверие и уважение, и у вас все получится, спасибо.